Мы уже знаем по опыту, что многие дети способны выйти в полную норму, если им помочь. Так называемые крылышки. Руки были в стиле. Вот так вот это можно было видеть на этих съемках тоже. А сейчас этого нет. Эмоции, радость, злость, там все. Я это видеть стала. Раньше, ну просто отрешенный взгляд. Нужно пробовать, и оно принесет результаты. Скажем так, никаких признаков ДЦП у него нет. Сколько времени прошло? Ну, несколько месяцев. Одна рука. Один ритм должна выполняться, вторая другая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приветствую жителей Одессы, Одесской области. Меня зовут Марина Аксенова. И сегодня о важном. Дети дождя, так называют особенных детей, которым был поставлен тяжелый диагноз аутизм. Родители, которым приходилось услышать такой диагноз, воспринимают это как смертельный приговор. Но есть люди, которые считают это состояние излечимым, потому что сами прошли этот тиранистый тяжелый путь, воспитывая, занимаясь собственным ребенком. Давид и Йосефа Эйхель приехали в нашу страну из Израиля. В этом государстве они возглавляют Центр еврейской медицины Беер Давид и, кроме того, являются руководителями медицинского центра Международного методического центра Рамот. Но прежде чем я представлю гостей нашей студии, я предлагаю посмотреть небольшой репортаж, который продемонстрирует результаты первой недели лечения в семье Сергеевых. Если вы помните, в нашей прошлой программе Давид и Йосефа говорили о том, что мы не можем рассказать, мы покажем. И вот сейчас мы покажем результаты, как меняется состояние деток, которые живут в нашем городе. Это семья Сергеевых. Старшему сыну 16 лет, его тоже зовут Сергей. У него очень тяжелая форма ДЦП, он самостоятельно не передвигается, сам себя не обслуживает. Младший сын Дима 5 лет, диагноз РАС или аутизм. Он не разговаривает. Итак, мы посмотрим сейчас небольшой репортаж, а затем встретимся с нашими гостями. Здравствуйте, меня зовут Анна. Моему старшему сыну Сереже 16 лет, диагноз ДЦП, пластический тетропорез, стойкие двигательные нарушения. Самостоятельно он не передвигается, сам себя не обслуживает. После первой недели в очном лечении у Давида Йосефы у нас произошли такие изменения. Сережа стал сидеть более ровнее на ягодицах. Раньше сидел на краешке стула на крестце. Расслабились ноги. Теперь они стоят под стульчиком на полной стопе. Раньше он их сильно вытягивал вперед. И если бы не ограничитель, он бы просто сползал со стула. Еще у него расслабилась правая рука. Расслабились пальцы. Сейчас она лежит на столе. Раньше он ее сильно отводил назад или скрючивал под столом. Планшетом он пользуется левой рукой. Такого результата у нас не было. Даже после прохождения курса массажа. Моему младшему сыну Диме 5 лет. Диагноз 1. Он не разговаривает. Ему было подкорректировано питание. Он стал вести себя более спокойно. Больше половины времени может сидеть и лежать. До этого постоянно находился в движении. Вел себя беспокойно. Начал играть с мячиками. Он не проявлял к ним интереса уже больше года. Еще Дима впервые в жизни ел сырую морковку и тыкву. Это вместо сладкого. И до этого он отказывался. Начал щелкать язычком. Улучшилась мелкая моторика языка. Хотим сказать огромное спасибо необыкновенным людям, Давиду и Йосефе. Мы очень рады, что они смогли приехать к нам на Украину. И так я представляю сейчас гостей нашей студии. Руководители центра еврейской медицины Биер Давид и Международного методического центра РАМОД Давид и Йосефа Эйхель. И семья Сергеевых Сергей и Анна. Это те люди, деток которых вы сейчас видели. Вы знаете, я считаю, что все гости, которые сегодня находятся у нас в студии, они просто герои. Первых, потому что они нашли в себе силы не опустить руки, а бороться. Такая же судьба у семьи Давида и Йосефа. У них тоже ребенок был болен аутизмом. Такая судьба у Сергея и Анны. Вы действительно героические люди. Потому что очень многие, когда сталкиваются с этим диагнозом, опускают руки. Не видят дальше вообще смысла жить, а жить надо. Очень много разрушается из-за этого семей. Не мне вам рассказывать, с какими проблемами вы сталкивались, наверное, сами расскажете. Но первый вопрос все-таки, Давид. Вы обещали показать, как проходят изменения по той уникальной авторской методике, которую предлагает еврейский центр, ваш центр государства Израиля. Я скажу, что Йосефа и Давид к нам приехали сейчас в Украину. И после первой программы, которую мы выставили в соцсетях, там уже люди писали, когда вы будете в Польше, когда вы будете там, там. Многие благодарили из разных стран. Мы рады, что вы приехали в Украину, что вы у нас в Одессе. И что вы сможете как-то поделиться и методологией какой-то. Потому что международный методический центр – это международная. Это уже, извините, не одна страна. И все-таки, Давид, к вам первый вопрос. Вы обещали показать, вы показали. Как вы все-таки настаиваете на том, что есть возможность и что аутизм излечим? Каких результатов по вашему жизненному опыту максимальных вам удалось добиться? Ну, это не по... Может быть, Йосефа даже еще подскажет. Это не наша точка зрения, это просто объективная реальность. Вот Йосеф, наверное, пусть расскажет. Йосеф, да, потому что многие говорят, что, ну, это вот, врачи говорят, нет, можно там чуть-чуть подправить. Вы утверждаете, что можно. Мы не утверждаем, но можем опять показать. Смотрите, мы... Опять показать. Мы сейчас видели изменения. По опыту мы поняли когда-то, что причина вот всех этих неприятностей – это органические повреждения центральной нервной системы. Иногда не только центральной нервной системы, но и других органов. И мы уже знаем, как бы, по опыту, что многие дети способны выйти в полную норму, если им помочь. Естественно, это зависит от степени повреждения. То есть вот мы, например, тут говорили сейчас про Сережу, которому уже 16 лет, и у которого спастический тетрапорез. То есть это очень тяжелое состояние изначально. То есть, как бы, например, понятно, что, во-первых, такой ребенок требует очень много работы. И, как бы, результат, улучшения будут. Насколько они будут, как бы, сложно предсказать. Почему? Потому что он уже фактически взрослый человек. То есть получается, что, в принципе, какое-то время прошло, но какое-то время упущено. И не потому что там родители не занимались, потому что, допустим, поздно нашли эти методики. Это тяжелое повреждение. То есть, например, если бы, скажем, вот тот же Сережа попал бы к нам, допустим, в возрасте трех лет, то прогноз такой был бы, что, скорее всего, он бы ходил, и он бы себя обслуживал. То есть я не знаю, что бы там было еще, но, в общем, это можно было бы улучшить именно вот так. То есть, опять же, это наверняка заняло бы немало времени, потому что сам диагноз ДЦП предполагает очень сильное повреждение центральной нервной системы. А в данном случае что возможно всегда? Возможно снять спастику, что, собственно, и произошло. А дальше очень зависит от самого Сережи. То есть если у него будет упорство, он сейчас сможет вот те мышцы, которые атрофировались под спастикой. Спастика, к сожалению, вещь очень неприятная. Мышцы, которые находятся вот под этим неестественным напряжением, они просто атрофируются. То есть когда спастика уходит, они просто как... Наживают. Их практически нет, этих мышц. Их нужно нарабатывать. Вот сейчас все зависит еще вот... Ну, мама с папой у него потрясающие. Мы уже знаем, что они просто душу в них вкладывают и делают все, что нужно. Но тут еще требуется, так сказать, желание самого Сережи, который, скажем так, он совершенно интеллектуально сохранен. И он прекрасно понимает, что и как. И, в общем, у него есть мотивация. И, в общем, зависит от того, сколько он сейчас приложит усилий к тому, чтобы вот восстановить эти мышцы. То есть вот, например, как в ролике было показано, что рука лежит, да, то есть как бы... Но что это означает? Это означает, с моей точки зрения, собственно, я это вижу, да, что те мышцы, которые были все время под напряжением, они сейчас практически не работают. То есть что это означает? Это означает, что сейчас нужна как бы специальная физкультура, нужны упражнения, да, растяжка. На моторику, на определенную моторику, да. На определенную группу. То есть для того, чтобы эти мышцы смогли как бы снова начать восстанавливаться. И они будут, потому что теперь у них есть такая возможность в силу того, что спастики больше нет, которые их ограничивают. Вот. Но это, опять же, время. Время, Анна, типа. Я немножко отвечу. Добавиться, да. Что произошло вот с детьми из этой семьи, частично видели. На какие изменения еще вот ребята расскажут. Что видно, например, мне сейчас, вот я посмотрел на то, что было после недели лечения. И вот сейчас, скажем, после трех. Что вот бросается в глаза, это то, что у ребенка практически полностью исчезло на сейчас. Очень известно многим еленям, так называемые крылышки. То есть руки были все время. Вот так вот это можно было видеть было на этих съемках тоже. А сейчас этого нет. Давайте мы все-таки к Сереже и к Ане. Вы знаете, я вот смотрела, Аня смотрела на сюжет на своих деток и улыбалась. Это вот она, как никто, знает, есть изменения, нет изменений. Расскажите, пожалуйста, Сергея, Анна, как вы вообще познакомились вот с Давидом и Сефой, с еврейским центром? Как вы о них узнали? И когда вы обратились к ним впервые? Мы когда, ну, улыбались один из младшего сына, мы, конечно, очень сильно были огорчены, расстроены просто. И начали искать в интернете информации много. То, что нам говорили доктора, нас очень огорчало. Излечения нет и не будет. И мы искали очень много. А потом чисто случайно я видела в Ютубе отзывы родителей о лечении в центре БР-ГОВИД. Я просто поражалась. Я вам честно скажу, я искала негативные отзывы, плохие. Я не нашла ни одного плохого отзыва. Там родители благодарили просто. Вот мы излечились. Вот нам сняли диагноз. И я так удивилась, обрадовалась, что вот надежда. Есть надежда. Сняли диагноз. Это вот основное, что мы можем предъявить. Я решила позвонить. Давид сразу же ответил. Сразу же. Я очень удивилась, что я смогла сразу же дозвониться. Мы поговорили. Он сказал, что можем начать дистанционное лечение. Что вы будете ко мне звонить. Он расспросил о детях. Я рассказала о диагнозе. Он сказал, вам бы желательно к нам приехать на лечение. Мы сказали, ну будем думать. И мы начали дистанционное лечение. Спасибо. Сереж, скажите, пожалуйста, я понимаю, что, наверное, мужчине очень тяжело психологически. Женщины, у них еще существует какая-то такая кровная физиологическая связь с ребенком. Как мужчина выдержал, вот честно говоря, я могу назвать это ударами судьбы. Потому что один ребенок болен, наверняка были надежды, что все будет замечательно. Решились на второго. И тут понимаете, что это аутизм. Вы знаете, просто я предложил с человеком пройти жизнь. И как вам сказать, что возникало много разных мыслей и страшные мысли, очень страшные мысли. Но чтобы оставить его, человека, можно сказать, родного, одного, у меня такой мысли даже не было. Понимаете? Мы для друг друга поддержка и опора. Как вы сейчас замечаете изменения? Вот вы познакомились сколько? Год назад, два года назад? Два года назад. Два года назад. Какие изменения произошли с детками? Вот если взять отдельно Диму, отдельно Сережу, допустим, то у них же разные диагнозы. Ну, Давид нам сразу сказал, что ДЦП дистанционно вряд ли будут. Результаты вам нужно только к нам приехать. У Сережи я не замечала ничего такого. А вот у Димы, Дима изменился. Он перестал быть погруженный так в себя. Он стал откликаться на имя, если я его зову. Он идет ко мне. Это очень важно. Он стал ласковый. Он улыбается. То есть эмоциональные ответы пошли. Но эмоционально, да, эмоции, радость, злость, там все, я это видеть стала. Раньше, ну, просто отрешенный взгляд. Раньше этого не было. Но вот что сейчас тоже, это просто, просто великолепно. А скажите, вот говорят, что, может быть, это генетически передается. Были ли какие-то по материнской, отцовской линиях ваших семей предрасположения детей, допустим, таким болезням? После того, как у нас уже ребенок 5 лет старше Сережа был, мы поехали в Кривой Рог, сдавали ДНК. Генетические анализы? Да, делали что, как. Нам сказали, что это чисто родовая травма. Генетических у нас ничего. Потом, когда Аня была беременна Димой, мы опять поехали в Кривой Рог, сдали анализ плода на патологии. Нам сказали, патологии нет. Нет, сказали ничего. Вот, в таком аспекте все. Я поняла вас. Давайте, вот я хотела бы еще задать вопрос Давиду и Сефе. Вот какова роль родителей вот в такой ситуации? Ведь, да, у детей должны быть желания, стимул, так далее, к тому, чтобы у них жизнь менялась, им нужна какую-то работу. А вот что делать родителям? Какова их роль вообще? Вообще, вот согласно и вашей методике, не все могут приехать, позволить себе. Вы говорите, что можно дистанционно тоже каким-то образом помогать. Пусть оно будет, может быть, в меньшей степени активно, но тем не менее как-то улучшить все-таки можно? Да, можно. Дистанционным лечением у нас занимается в основном Давид. У меня, как бы, мой инструмент – это в первую очередь руки. Поэтому я делаю, скажем так, ну, я сделала кое-что для того, чтобы люди могли помогать себе сами. Это все записано у нас на канале в YouTube. В общем, люди этим пользуются и с весьма неплохими результатами. Если мы говорим о роли родителей, то я бы сказала, что она здесь просто центральная, вот эта роль. И без поддержки родителей никакой ребенок, даже самый талантливый, он просто ничего не сможет. Поэтому, скажем, я даже не знаю, как вот выразиться красиво, да, без родителей просто ничего не происходит. То есть родители, которым ребенок нужен, которые его любят, которые его поддерживают, которые его тянут. Это очень важно для ребенка, потому что, ну, я скажу такое, мы люди религиозные, да, поэтому мы не стесняемся таких терминов, как, например, душа. Душа ребенка тянется за душами родителей. И если она чувствует, что родителям этот ребенок нужен, то ребенок стремится, он старается, и он выходит, понимаете? А еще говорят, если вот из этой методики, ну, из этой философии говорить, что ребенок сам выбирает себе родителей, его душа выбирает родителей, как бы еще с небес, куда, в кого поселиться. Возможно, вот эти детки должны были попасть именно в эту семью, потому что здесь родители ответственные. Что говорит религия? Знаете, религия, по крайней мере, иудаизм на эту тему ничего конкретного не говорит. Она говорит, что у всех есть выбор. И у родителей есть выбор, что они будут делать с этим ребенком. В конце концов, есть немало родителей, которые отказываются от таких детей. И, скажем так, иногда мы таких детей видим, и мы видим огромную разницу, ребенок, который растет в семье, или ребенок, который брошен, который никому не нужен. То есть ребенок, который брошен, никому не нужен, ну, у него, скажем так, очень мало шансов на то, что он сможет продвинуться. Дети, которые растут в семьях, которые любимы, у них очень большой шанс восстановиться и продвинуться, и, в общем, дальше вести нормальную жизнь. Хорошо, давайте посмотрим еще маленький фрагмент. Вот сейчас мы посмотрим Дима, у него раз, или это называют аутизм, Диме 5 лет. Вот, по внешнему виду, ну, невозможно сказать, что у малыша есть какие-то заболевания нервной системы. Маленький фрагментик, чтобы вы посмотрели, как он сейчас, чем он занимается. Да, по отдельности. Вот это одна рука, один ритм должна выполняться, вторая другая. И маме, чтобы заодно нервно успокаивало. Вот такой вот сейчас музыкант растет в вашей семье. Скажите, пожалуйста, вот когда-то до этого, до применения методики Давида и СФ, он когда-то вообще интересовался музыкой, музыкальными инструментами? Видим, что мячиком уже он интересуется. Сейчас занимается, вот, очень сосредоточена музыкой. Ну, на Новый год ему подарил Дед Мороз барабан, сколько обычный барабан, да. Я сколько бегал, чего я только добился, он одной рукой пару раз мог ударить. Ну, по просьбе или, ну, в таком плане. А вот посадил Давид его себе на кушетку, и он двумя руками стал барабан. Давид, это что-то... Двумя руками. Это энергетика такая, что он сразу... Нет, конечно, просто прошло еще две недели лечения. Еще две недели лечения, и ребенок уже двумя руками. Как сейчас? Какие изменения вообще? Что, чем ему интересно играть? И какой он был раньше? Вот агрессивный, не смотрел в глаза. Да, вот, ну, я имею в виду, допустим, с какими игрушками играл. Говорят, что вот если взять машинку, ребенок может заинтересоваться только колесом и никогда не будет ее катать. А когда изменения происходят, он начинает воспринимать уже это как объект цельный. Ну, в основном он игрушки разбрасывал и мог, да, долго крутить колесико на машинке. А мое было очень большое удивление, когда он после Нового года начал играть обычно машинкой. Как дед играет. Возить туда-сюда и нажимать кнопки, как обычный ребенок. А он разговаривает? Нет, не разговаривает. Но благодаря Давиду я стала его понимать. Потому что раньше он так не делал. Он может мои руки подталкивать к двери, куда он хочет выйти, или к шкафчику, где лежит вкусненькая. И я понимаю уже, что он хочет просто. Раньше этого не было. Давид, а вот как в вашей семье было? Вот у вас дочь, да? Дочь, она тоже страдала этим заболеванием. Каковы изменения от момента, когда вы столкнулись, по сегодняшний день? Потому что вы, собственно говоря, в эту школу жизни прошли, стали ей делиться с другими родителями. Знаете, я отвечу очень кратко по двум причинам. Первое, это то, что у нас есть время немного, и мне нужно ответить на вопрос, который вы задали, по поводу того, какие результаты можно предъявить. И о методиках тоже, в двух словах. Ну, что касается достижений дочери, может быть, и Сефа, но Сефа, собственно, об этом уже говорила. Ну, в двух словах буквально, потому что не все, может быть, видели нашу программу. Во-первых, наша дочь была все-таки в более легком состоянии, чем Дима, поэтому у нее все изменения шли гораздо быстрее. И, собственно, сегодня она просто обычный, как бы, ребенок. Ей уже 17 с небольшим лет, и, слава богу, она, как бы, заканчивает школу, и все нормально. Вот. У детишек, таких вот, как Дима, с более тяжелыми повреждениями, у них, естественно, дорога более длинная, но, как бы, они ее многие преодолевают. И вполне потом... Вот сейчас конкретный этот Дима... А вот мы сейчас давайте еще поговорим. Он сейчас тоже находится, именно в начале пути. То есть сейчас вот первый этап, это вот, как бы, ребенок начинает вообще свою коммуникацию. Следующий скачок у нас – это разговор. Как только мы добьемся того, что ребенок заговорит, и дальше я буду знать, что уже все, он уже идет, как бы... Кстати, у меня, между прочим, очень многие родители жалуются сейчас, что дети вот молчат и начинают там, может быть, в три года говорить. Можно ли на это обратить внимание, и не может ли это быть одним из симптомов того, что, ну, признаки аутизма у ребенка присутствуют? Почему они молчат? Я скажу. Вы знаете, тут надо разбираться, потому что сегодня в век этих высоких технологий, с одной стороны, это вещь благословенная, с другой стороны, это вещь проклятая, потому что дети увлекаются вот этим вот, они перестают общаться с родителями друг с другом. И, скажем так, подавляющее большинство детей не разговаривает вовремя вовсе не потому, что у них аутизм, а просто потому, что я бы это назвала педагогическая запущенность. То есть, если, скажем, в моем детстве дети постоянно были друг с другом, они постоянно общались, в том числе и физически, это очень сильно развивает, то сегодня дети сидят по одному в своих домах, они сидят, у них есть телевизор, у них есть гаджеты, у них есть компьютер, да, и они разговаривают с играми, понимаете, это совсем другое. То есть, дети, которые говорят заученными фразами, вовсе не означает, что у них аутизм. Это означает, что их родители тоже сидят в телефончиках. Это недостаток родительского тепла. Да, можно я дополнить все-таки? Ну, то, о чем сейчас говорилось, это, ну, низкая способность к общению. Вопрос, вероятно, был по поводу того, о способности говорить. Вот способность говорить вообще, она по нашему опыту, опыту очень большого количества семей, тысячи, наверное, это результат повреждения органического головного мозга. Вот это и есть основная причина. То есть, само неумение говорить, оно обуславливается органическими проблемами. Неразвитость – это другой вопрос. Если можно, я отвечу еще немножко на вопрос, который волнует, вероятно, многих. Какие результаты, например, мы можем предъявить? Вот как Таня сказала, прежде всего, и это самое странное, снятые диагнозы. Что такое снятый диагноз? Снятый диагноз – это значит, что у ребенка, в силу его особенностей, его поведения и медицинской оценки, у него поставлен диагноз, например, F84.0, то есть раннедетский аутизм. А в результате лечения проходит какое-то время, и диагноз снимается. Меняется в основном на… Диагноз аутизм снимается, я вот это имею в виду. Меняется изначально на… Может быть, неврологические какие-то уже, да? Задержка лечевого, психолечевого развития, потом это снимается. Это то, что мы можем предъявить. И таких семей у нас очень немало. Даже есть один, на мой взгляд, уникальный случай, точнее, хотя их несколько. Семья из Украины, которых мы можем тоже пригласить в студию, снятие диагноза аутизм только через дистанционное лечение. Даже так? Да. Это невероятно, но мы готовы… Ну хорошо, давайте мы встретимся еще с семьей, которая может это подтвердить, чтобы… То есть это не наши слова, это медицинские документы. Чтобы наши зрители не думали, что мы здесь кого-то какие-то рассказываем про чудеса. Вы конкретные люди. Но ничего этого быть не может, вроде бы, и так далее. Конкретные родители, конкретные люди, которые берутся помочь, вот и конкретные результаты. Давайте посмотрим. Конкретные результаты, заверенные и нотариально в том числе, потому что понятно, что это… Ну, странная ситуация, считается, что это неизлечимо, и диагноз снять невозможно, потому что ребенок не может выздороветь. Еще один важный момент. Вот мы говорили о ДЦП. Что конкретно мы можем показать? Мы можем показать, то есть показать, значит, продемонстрировать видео, и так далее. Согласие родителей, естественно, изначально. Случай, который у нас был недавно, собственно, есть сейчас. К нам привели ребенка где-то порядка полугода назад в Израиле. Ему был год и месяц. Маленький, заметьте. Это ребенок совсем маленький. Да, вот то, о чем я с вами говорю, что если зависит от возраста. Ему был год и месяц. У него родился в Израиле. Во время рода рождения произошла родовая травма. Это, опять-таки, все зафиксировано в документах израильских. У него произошел, то есть, называется, гемориологический инсульт, то есть кровоизлияние головного мозга, и, соответственно, как последствия, это детский церебральный паралич. То есть половина тела была достаточно парализована. На все есть документы. Но сейчас ребенок, скажем так, никаких признаков ДЦП у него нет. Сколько времени прошло? Ну, несколько месяцев. Давайте так. Если есть видео, с удовольствием посмотрим, покажем. Ну, а уже подводя итоги нашей беседы, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас вот несколько слов сказал нашим телезрителям, дал какой-то совет, потому что по ту сторону экрана однозначно есть люди, которые страдают от этой проблемы, которые столкнулись с ней, которые не знают, что делать, куда кидаться, особенно если нет средств на то, чтобы поехать в другое государство. Ну, и в Израиль, в частности. Несколько слов, пожалуйста, вот, Сергей, вы как отец. Ну, я вам так скажу, я... У меня нет времени смотреть это все. Я слушал жену, я согласился. Я могу только одно сказать. Нужно пробовать, и оно принесет результаты. Ну, честь вам и хвала, что вы не оставили ее одну, и об этом сказали, и действительно, таких мужчин, наверное, отцов мало. Анечка. Мы выбрали путь, мы будем по нему идти, и мы рады, что смогли узнать о таких людях необыкновенных. И мы все-таки, ну, рады. Судя по вашим сияющим глазам, это точно, вы точно знаете. Рады нашим изменениям, очень рады. Нет, Юсефа, пожалуйста. Может, совет какой-то для тех, кто не знает, что делать сейчас? Ну, опять же, тот же совет, что, во-первых, ищите, потому что у каждого ребенка своя причина. То есть, во-первых, я хочу подчеркнуть, что диагноз аутизм – это, скажем так, это не заболевание, да? То есть аутизм сегодня ставят как диагноз совершенно разным детям. И каждый родитель должен понимать, что его ребенок уникален, то есть у него какое-то уникальное повреждение. И надо верить своего ребенка и искать дорогу, как ему помочь. Спасибо большое, Давид. Я повторюсь уже. Ваш совет. Совет, действительно, ну, не быть пессимистами – это раз, прежде всего. И стараться быть источником радости для своих детей, потому что состояние родителей, оно передается детям. И в одной и той же ситуации человек может либо страдать по какому-то поводу, либо не страдать. Вот просьба, пожелание не страдать. То, что страдания и переживания, они никакой пользы никогда не приносят, ничего не улучшают, но они действительно ухудшают, могут ухудшить состояние ребенка. Особенно еще и у тех, у кого достаточно высокий уровень сознания, они понимают, что мама с папой, они переживают, и у них разлад семей из-за них. Спасибо. Это тоже дополнительное. Спасибо, поняли вас. Ну что ж, уважаемые телезрители, я напомню, что мы сегодня общались. Семья Сергеевых – это героическая семья, которая лечит и заботится, и воспитывает, и делает все для своих деток, которые попали вот в такую сложную ситуацию в жизни. Но мы верим, что обязательно у вас все получится. Ваше единение, ваша любовь, ваша напористость и положительные эмоции, которые просто вытекают из-за они, я думаю, что обязательно будут лучше и лучше, и лучше ваши детские изменения. Хочу напомнить, это Сергея и Анна Сергеевы, а также у нас в студии сегодня были руководители Центра еврейской медицины «Беер Давид» и Международного методического центра «Рамот» Давид и Ясефа Эйхель. Спасибо вам огромное. Ну что ж, когда семья решает иметь ребенка, все представляют, какой он будет красивый, умный, счастливый, едва ли чье-то воображение рисуют будущего малыша, беспомощным или несчастным. К сожалению, жизнь преподносит не только приятные сюрпризы. Радость рождения может омрачиться сообщением о болезни, но практика доказывает, что регулярные занятия со специалистами помогают такому пациенту вырасти полноценным человеком, получить образование и даже создать семью. С вами была Марина Аксенова. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин